Сейчас будет прямо в эфире. Это материал недели от «Новой газеты». К нам присоединяется Лариса Малюкова, обозреватель «Новой газеты». Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Мы хотели с вами поговорить про два материала. Во-первых, про… Про искусство. Хорошо. Про искусство. Про искусство. Да. Про сериал «Слово пацана» и про фильм «Сокорова сказка». Я не знаю, с чего бы вам хотелось начать. Ну, девушки, как вам? Два знаковых события. Давайте со сказки. Как более великого события. Почему сказка – великое событие? Что это вообще за явление? Ну, вы знаете, вот идут споры о том, кино не кино. Сегодня все могли это увидеть уже благодаря каналу Ксении Собчак. Вот такая странная коллаборация сама по себе многих удивившая. Тем не менее, фильм все-таки надо смотреть на большом экране. Это то же самое, что мы там Рембрандта будем смотреть на открытках. Я считаю, что это все равно кино. Просто такое кино можно показывать и в кинотеатрах, и в залах музейных, больших, на больших экранах. Потому что это визуальное произведение искусства совершенно. И причем это произведение искусства, философское, которое касается итогов XX века, который мы проживаем сегодня. Коротко. А в чем, как бы, в чем великость этого произведения? Нет, а в чем червоточное? Червоточное? Почему вдруг сказка вызвала какое-то, я не скажу, ну, отторжение, да, наверное. Почему вызвала такую реакцию? Сокуров уже, ну, он уже памятник. Уже, ну, что с ним как-то, что с ним бодаться и бороться? Почему прицепились к сказке? Оль, вы знаете, вот вы, то, что сказали, то и раздражает. Есть памятники, которым не должны, которым не велят быть памятниками. Конечно, Сокуров уникальная величина. И, конечно, он раздражает своей отдельностью, самостоянием. Я думаю, что это одна из причин, мое собственное мнение субъективное, да, что это одна из причин того, что картине не дали разрешительное удостоверение, что само по себе поразительно. Вторая причина, на мой взгляд, что наш генералиссимус рассказывает в некоем лимбе, да, или чистилище и не может прорваться во ворота рая, так же, как тираны, Гитлер, Муссолини и прочие. Поэтому, конечно, это раздражает, потому что сегодня переписывается прошлое, оно должно быть велеречивым, прекрасным, а тут такая сложная ситуация. При том, что она сложная, это вообще не политическая картина. И мнение Сокурова никто не спросил. С ним, я имею в виду, даже не вели никаких-то вот почему, про что. Просто не дали, и все. У нас сегодня так все работает. Почему важно посмотреть фильм Сокурова? Я уже видела комментарии, критические статьи, где пишут, что это просто новая веха в кино, что это новый Тарковский, что это новый уровень, на который наш отечественный кинематограф выходит. Ну вот я согласна с мнением Наума Клеймана, выдающегося киноведа, который считает, что сказка Сокурова открывает новую дверь в развитии кинематографа. То есть кинематограф жил сначала веха Эйзенштейна очень долго, с этим монтажом, не будем развивать это все, развивался таким образом кинопроцесс. Потом пришел, если сократить всех пионеров, кинематограф, вообще пионерское искусство, оно и возникло как пионерское, и развивалось за счет соединения технологий и мыслей таланта художника. Потом пришел Тарковский, который совершенно иначе видел картину мира, экрана и кино, и он в этом смысле после него оказалось огромное количество последователей. И вот сейчас какая-то новая веха, причем многие думают, что там какие-то совсем крутые компьютерные технологии, это ручной труд, но это развитие визуального кинематографа, это интересно рассматривать, это интересно погружаться. И такое количество суждений о картине, что это тоже само по себе очень выразительный факт, того, что она пробуждает какие-то разные в людях ассоциации, решения. Вот у нас была, и мы опубликуем обязательно в новой газете, я думаю, в новогоднем, наверное, номере, очень интересное обсуждение этой картины в одном из выдающихся храмов Москвы, в таком просвещенном очень храме, и потрясающие суждения людей, очень серьезные, не совсем теологические, связанные с искусством, связанные с восприятием, там же Христос еще есть, с восприятием веры, с восприятием того, что такое тираны, почему толпа, которая там является огромной массой океаном таким, и руки этой толпы, они как бы рождают этого тирана, и тиран нуждается в толпе, а толпа нуждается в тиране, и этот круговорот, потрясающий совершенно, очень страшный, он есть вот мученичество автора, потому что для Сокурова это конец, вот такой конец гуманизма, гуманизм проигрывает варварству всегда, потому что гуманизм сомневается, гуманизм рассуждает, варварство действует, варварство едино всегда в своем посыле, и мы это видим сегодня, в частности, в разных точках мира, прежде всего, на Ближнем Востоке. Вот нам многие пишут сейчас, что вот зачем мы обсуждаем то, что никто не смотрел, массовый зритель, вот широкая аудитория найдет что-то для себя, потому что фильм Сокурова, это все-таки сложно, это... Была такая рубрика когда-то на телевидении, кино не для всех. Слушай, ну, это действительно так. Девушки, массовый зритель, они смотрят живой гвоздь, массовый зритель смотрит YouTube, массовый зритель сидит в телевизоре, ну, что нам говорить про массового зрителя, он что хочет, то и смотрит, заставить его смотреть сказку невозможно, но призвать, сказать, что есть произведение искусства, которое требует усилия, тем более он сейчас лежит в открытом доступе, ну, хотя бы на каком-то более-менее домашнем, приличном экране, все равно посмотреть можно, что это такое, зачем это нужно, и нужно ли это мне зачем-то, ну, а вдруг нужно. По поводу, я прошу прощения, по поводу гуманизма и всего остального. Вы когда говорили о замечательном приходе, где обсуждалась сказка, ну, естественно, сначала смотрелось, я так понимаю, я сразу подумала о двух, скажем так, церквах в городе Москве, например, в которых это могло происходить, а следующим номером я поймала себя на мысли о том, что если я назову эти приходы, им же будет хуже, потому что даже то, что там смотрели кино, которое не очень нравится начальству, осмелились еще это обсуждать, да еще и в новую газету эту дискуссию отправили, все это фронта, это опасно. Ну, знаете, мы живем, и мы живем внутри России, и мы не делаем ничего противозаконного, поэтому мне кажется, что если каждый день задумываться о том, вот что делают, что опасно, мне кажется, это будет неверно, мы останемся дома на диване. А с другой стороны, в этом храме, и мы назовем его, и мы назовем его, конечно, смотрят кино, там это клуб есть, где смотрят фильмы, и обсуждают их с точки зрения веры, обсуждают Бергмана, даже картину Балабанова обсуждали, я тоже хочу, потому что она связана с церковью и верой. Почему нет? Это, по-моему, очень здорово, очень здорово, просвещенная церковь, я ее приветствую. Так все-таки, это Косма и Дамиана или Троица Живоначальной? Да, Троица Живоначальная. Хохлах. Понятно. Все понятно. Хохлах сразу надали. Да. Давайте о более массовом произведении, о слове пацана, кровь на асфальте. Все пишут, что это обсуждать тоже не надо, потому что уже надоело рекламы, при этом сами же обсуждают этот сериал. Главный, наверное, тезис последних дней, недель, романтизация. Слово пацана романтизируют банды, и из-за этого подростки, вроде бы домашние, становятся гопниками, идут на улице бить морды ни в чем не повинным ребятишкам, и вообще посмотрите, во что превращают наше общество. Такое выпускать нельзя. Есть ли в сериале романтизация, насилие, бандитизм, как это еще назвать, подростковых банд и прочего? Вот я сейчас прям пишу на эту тему текст, и как раз все время думаю о том, что у нас очень простое принимается на веру и возносится сразу на какие-то знамены. Ну так легко, ну вот сразу, ой, бригада, все то же самое. Правда, мы живем в таком, и то же самое со сказкой, мы живем в клишированном сознании, мы выдаем постулаты, вердикты, раньше того, чем задуматься, посмотреть. Сериал недосмотрен, хотя уже в той шестой серии, которая уже вышла, и во всех сериях предыдущих, последовательно Жора Крыжовников, он же Андрей Першин, очень последовательно развенчивает романтику, насилие. Он показывает превращение героев от милых, нежных ребят в таких жестких практически убийц. И он показывает, как они погибают, он показывает горе их родителей, он показывает убийство любви. Какая там романтизация. Кроме всего прочего, эта картина основана на двух серьезных книгах Роберта Гараева, которые все пишут, но мало кто пишет, что еще очень повлияло на Крыжовникова, книга Аската Сапарова. И вот в этой книге как раз показан результат вот этих битв за асфальт. И результатом этих битв за асфальт стала война этих же мальчишек, которые выросли в 90-е. Они убивали, уже эта дружба была развенчана, и она развенчивается, мы видим в сериале. Она была развенчана, они стали убивать друг друга, и в итоге они все погибли. И когда Крыжовников в одной из драк делает стопы, вы, наверное, видели, показывает, такой-то, такой-то погиб там-то, такой-то, такой-то убит там-то, мы понимаем, где эта романтика, где эта романтика этого подполья. Ее нет. И надо быть слепым, чтобы это не видеть. Прежде всего, нападки идут из Татарстана, и так же было с Зулихой, мы помним. У нас очень любят, им не разрешили снимать в Татарстане, у нас все равно прошлое каждой республики, каждого района, всей страны, оно должно быть великим. Я не знаю, почему это так, оно не может быть даже сложным. Оно не может быть даже сложным, что очень обидно. Если мы не будем об этом задумываться, мы будем очень плохо жить. Есть ощущение, что пытаются как-то память загладить, убрать любые неприятные воспоминания из прошлого, потому что... Слушай, таблички последнего адреса, вот кому мешают? Таблички последнего адреса, сериал «Слово пацана», но это ведь о том, что в действительности происходило. В вашей статье я как раз видела комментарии кого-то из официальных лиц, простите, не помню кого, но у нас есть более достойные события, более интересные для молодежи и более поучительные, чем подростковые банды. Вот это замалчивание истории приводит к чему? Ну, вы знаете, это абсолютно те же грабли, на которые советская идеология наступала. Мы в школах учились в борьбе всему хорошего против всего плохого. У нас не было никаких недостатков, и поэтому мы жили двойной жизнью. Мы видели всё, что происходит, и мы знали, как надо на официальном уровне вот это всё превозносить. И это есть, кстати, в сериале тоже, что раздражает, но чиновники продолжают существовать в этом выдуманном мире бумаг и докладов, да, и лозунгов. И вот эти два шапира в какой-то момент они расходятся так далеко, что вообще перестают понимать и слышать друг друга. И это уже критический момент для общества. Интересно, что такую тревогу, ну, тревога – это, конечно, сильно сказано, но, не знаю, такую вот нервозность в публичном поле вызывает сериал, который, скорее всего, просто более высокого качества, чем множество других. Никто не представал каким-то, не знаю, фильмам очень третьего ряда, в которых там выпивают или, я не знаю, там хватают друг друга за всякие чувствительные места. Или оправдывают изнасилование. Да, оправдывают изнасилование. Но как только фильм немножко более высокого художественного уровня, возникает какая-то тревога. Хотя я всё время думаю про фильм «Брат», который, в общем, тоже не стремился рассказать историю просто. Да, вот это вот хорошее, а вот это вот плохие. Но, как ни странно, был так воспринят в большом-большом-большом количестве, даже уже в нескольких поколениях, в большом-большом количестве людей. Потому что вот хорошо, обаятельно показанный, в общем-то, убийца, человек вообще за гранью добра и зла стал героем. Такое вот может произойти со словом «Пацана»? Ну, послушайте. Во-первых, есть «Брат-1» и «Брат-2». «Брат-1» — картина о сломанном войной человеке и очень сложном, тоже неоднозначном. Поэтому, как только кинематограф касается значимого, важного вопроса, который мучает общество, и этот кинематограф делает талантливый человек, такие вот происходили несколько раз, не так много в истории нашей страны, нашего кино. Это было с «Чучелом», это было с «Братом», это было вот сейчас. Потому что возникали общественные дискуссии. Раньше они были на страницах газет. Сегодня это очень сложно уже, но тем не менее, смотрите, какая разгорелась битва и баталия везде. Уже говорят об этом сериале, я не знаю, все наши уехавшие либеральные, все СМИ, и Маргарита Симонян, и враги этого сериала, противники, которые хотят, и чиновники, и просто зрители пишут, и все спорят, потому что Жора за дело очень важное. Он, да, сделан сериал отлично, он очень хорошо, он напитан энергией такой, невозможно от него оторваться. Это не идеальное произведение кино, но это очень правильно сделанный вот такой проект, именно сериальный. Жора очень образованный кинематографист, он понимает, как держать зрителя, он это умеет делать, там такой монтаж, там так работает камера, там так работают актеры, что зритель просто не может отсоединиться. Вы знаете, что каждой серии уже люди ждут, и в 7 утра цифры поднимаются вертикально. Поэтому, но он вышел на такие обобщения, о которых думать, ну, скажем, если не страшновато, то тревожно. О том, что в книге Сафарова есть, что власть вырастила вот эту организованную преступность своими руками, о том, что миллионы соотечественников на закате советской власти вдруг почувствовали себя чушпанами, да, под беспредельной властью сильных. И это все такое, для людей, которые любят покой и стабильность, не очень спокойно. То, в каком контексте сейчас вышел этот сериал, я имею в виду нашу повседневную жизнь, то, что происходит сейчас в политике, то, что происходит сейчас в мире, это имеет какое-то дополнительное значение, придает ли это каких-то новых красок сериалу? Ну, мы все отождествляем нашу жизнь с экраном, хотя преувеличено влияние экрана на то, что происходит с нами. И вот эти истории все, что вот в Иркутске или еще где-то произошли какие-то убийства. Вот они посмотрели сериал и стали убивать. Я думаю, что это все сильно приплюсовано. Тем не менее, вот такой сериал, умный сериал, он позволяет задуматься, наоборот, родителям. Он же еще про то, что дети эти, они безотцовщина, поэтому они предоставлены улицей. Детей нельзя никому предоставлять, ни улицы, ни школи, ни идеологии общественной. Детей надо воспитывать, детей надо воспитывать и быть с ними, воспитывать в каком смысле? Любить и быть с ними дома, и общаться с ними, и разговаривать с ними. И это очень важно и в этом смысле, мне кажется, миссия вот этого большого многосерийного кино. Наш зритель пишет, что кино не отвечает ни на какие вопросы, оно ставит, ставит вопросы. Вы просто не с тем к нему обращайтесь, действительно. Я полностью согласна. Согласна. Ну, конечно. Сто процентов. И там много очень этих вопросов, так как он, знаете, это многомерная драма. И даже то, что мы сейчас с вами какие-то верхи затрагиваем, это только самое верхнее. Там же есть прекрасная история любви разрушенной, которой хочется сопереживать. Там история матери убитой, потому что она не может понять, чего она, или родители, или отца, чего они не додали своему ребенку, почему он идет на улицу, что с ним происходит на улицу. И вот эти огромные вопросы, мы не знаем, что происходит с нашими детьми. Сегодня один из самых главных вопросов нашего общества. Я хочу вернуться к теме романтизации. Сейчас будет, наверное, сложная формулировка. Дело в том, что мы как раз до этого говорили про стрельбу в врианской школе и, в принципе, вот про то, что подростки очень впечатлительны. Это еще не устоявшееся сознание. Это мы, посмотрев, условно слово пацана, будем смотреть на вопросы, которые там задаются. А подросток может действительно воспринять это как вау, крутой уровень жизни. Вообще, я буду таким взрослым, серьезным воспринять буквально то, что там происходит, не вдумываясь в какие-то негативные последствия. И, в принципе, разговор о том, что сериалы романтизируют насилие, суицид, наркотики, вот это все, они же идут постоянно. Есть ли в этом угроза? сериалы смотреть тем, кто еще не вырос из такого подросткового возраста? До 16 и старше, это раньше называлось. Да, там есть, во-первых, ограничение возрастное, во-вторых, я хочу сказать, что там действительно есть ограничение возрастное. Я бы на месте педагогов, родителей смотрела этот сериал вместе с подростками. И мне кажется, это вот то самое, о чем мы с вами говорим. Такого рода произведения, требует продолжения разговора и диалога. И вот те самые разговоры о важном в школе, вот вам прекрасная тема, говорить о том, что происходит с детьми. Не какие-то умозрительные, да, брать темы, а говорить о самом важном, о том, что сегодня с ними происходит. И как раз Жора осмеливается, режиссер, и Андрей Золотарев, и все вокруг, и платформы, которые на это решились, они решились говорить о таком сущностном. Это не развлекательное кино, это драма, которая затрагивает очень серьезные проблемы. Почему же не воспользоваться этим и не обсудить это с детьми? Я, кстати, помню, что упомянутый уже неоднократно фильм «Чучело» и нашими зрителями, и слушателями тоже. У нас в какой-то момент тоже это была такая очень важная точка. Не знали, как воспринимать, как школу буллинга, ну, тогда не было этого слова, неважно, травли, или как педагогический именно фильм про то, как плохо делать и нехорошо... водили классами. Вот в некоторых школах было принято решение, значит, вот такой-то класс идет, значит, смотреть, с педагогом все. Понятно, что в результате некоторые педагоги, конечно, ничего не обсуждали с детьми. Дети просто отсидели свой сеанс, а потом обсудили между собой и, может быть, сделали совершенно не те выводы. Но, тем не менее, вокруг этого фильма я помню, вот в своем, как бы, достаточно нежном возрасте разговоры шли в основном про то, что это какой-то недоступный, что там вырезаны некоторые сцены, что это было еще жестче. Нам просто теперь показали такой, как бы, вариант для деточек. И, ну, то есть, интерес был к фильму не про то, что мы сейчас чему-то научимся или о чем-то подумаем или пересмотрим свое, восприятие действительности, а просто, что это какой-то почти запретный плод, потому что взрослые обсуждали, там все время какие-то проблемы, тоже проблемные статьи публиковались и так далее. Вот. И я думаю, что сейчас, может быть, с сериалом как раз слово пацана происходит что-то подобное. сейчас некоторым детям прям вот захочется посмотреть и узнать, что же там такое особенное-то есть, что же там такое вот загадка. То есть, романтизация не того, что происходит в сериале, а некая интрига вокруг самого сериала. Если вокруг него такой скандал, то, конечно, это почти запретный плод теперь. Это может быть дополнительным эффектом. Вот это вот общественный накал. Конечно, в какой-то степени нездоровый интерес к фильму, а он уже такой и здоровый, и нездоровый, он повлияет. Но мы, опять же, мы собственные, собственное, то, что мы не доделали, мы начинаем предъявлять претензии к рано. Посмотрите, найдите возможность поговорить об этом. То, о чем вы говорите, Оля. Дело в том, что ведь чучело было не только о буллинге, но и о равнодушии. Гениальная была работа Елены Санаевой, учительницы, которой все было до лампы, которой надо, она, которая прозевала эту трагедию. И поэтому, мне кажется, что это очень важно. Именно это фильм для разговора. У нас не умеют разговаривать. У нас либо кричат с телевизора, либо слушают и говорящие головы, в том числе и в Ютьюбе. Дикое количество появилось экспертов на вообще все области жизни. И вот это вот идет такое трындение бесконечное. Иногда очень важно. Но нет вообще диалога в обществе. Оно не возбуждается. И вот такая картина огромная, огромная возможность поговорить. Мне кажется, была такая, помните, в перестройку пьеса, которая шла с Татьяной Догилевой. Говори. Это очень важная история. Разговаривать с людьми. И разговаривать с самим людям. Спасибо огромное. Спасибо. Лариса Малюкова была у нас в эфире. Абазин.